ПОДКАСТ Крупнейший мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года. Крупнейший мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года. Б. Чего-то делаем в этой теме. А у тебя ни у кого из подружек-стразиков нету в салоне налепленных? Бог миловал. И ресничек ни у кого нету на машинке, на фарах, да? Нет, нет, все вменяемые девчонки. И никто чехольчики себе не менял на сиденьях, никто себе не покупал там какие-нибудь держатели, еще что-то. Диски новые не менял. Диски новые, чехольчики и диски, это, я считаю, общая тема для всех, да? Это тебе не стразы, не меховой чехол на руль и не реснички на фарах. Чехлы, диски, тоже тюник получается? Получается, что да. Ты знаешь, все-таки я больше про какие-то мелкие доработки сегодня хочу поговорить, чем про, знаешь, глобальные истории, когда там свап мотора идет от какой-нибудь другой машины, вот это все, потому что, давай так, есть какие-то глобальные переделки с вмешательством в конструкцию автомобиля. Я вот сегодня предлагаю их немножечко отодвинуть на второй план, потому что, ну, тут как бы все понятно. Тут кто во что гораст, и там закапываться можно на 50 тысяч выпусков еще. А я бы сегодня все-таки поговорил про мелкие доработки, которые не попадают под известные статьи, да, о правонарушениях с тем, что мы вносим там какие-то изменения. Давай тогда мы на старте, давай мы на старте обозначим, что ты имеешь в виду. Мы сегодня не полезем в увеличение мощности и крутящегося момента мотора. Мы не будем говорить о модернизации динамических характеристик всяких разных. Мы вряд ли затронем тему устранения проблем запуска автомобиля на холоде и так далее. Или вообще перевод автомобиля на другое топливо. Ладно, убедила, затронем. Это все глубочайшее тюнинговое погружение. Не глубочайшее. Ну почему? И модернизация режима холостого хода. Давай так, я бы по-другому начал бы всю эту историю. Смотри, есть тюнинг, который влияет на то, как машина едет, да, а есть тюнинг, который не влияет. На то, как машина едет. То есть, внешка, грубо говоря, и внутрянка. Вот давай с внешки начнем изначально. Как у нас дорабатывают машины снаружи и изнутри в салоне. Потому что я недавно, я недавно, я себе сделал такое просто нереально крутое. Я вообще езжу теперь два дня и просто кайфую на самом деле в своем старом лансере. Потому что я пересветил себе приборку, подсветку печки и поставил новую магнитолу. Слушай, я в таком диком восторге. Юля, просто, просто тут же другой вид у машины. Ну, я тебя очень даже, да, понимаю. Помнишь, я тебе рассказывала, что у меня в хурме есть миллиард вариантов подсветок, каких хочешь, под настроение просто. Хочешь синий, хочешь зеленый, хочешь красный, хочешь оранжевый, хочешь светло-оранжевый. Там вообще, ну, я тебе говорю, я когда нажимала, у меня палец устал просто эти вариации вообще чувствовать и рассматривать. Ну, это встроенная была история, я ничего там не тюнинговала, чтобы ты понимал. И сейчас очень, да, понимаю все твои ощущения и эмоции положительные, связанные с тем, что ты сделал. Так-то да, потому что у меня хотя бы теперь приборная панель светится. Я там еще шкалы поменял. Были не очень красивые белые, теперь очень красивые черные. Плюс все пластиковые вставочки, которые такие типа под какой-то алюминий были сделаны, я их все выдрал, потому что они уже были старенькие, замацанные, замызганные, поцарапанные, перекрасил все это. Короче, разобрал первый раз пол салона машины, такой счастливый, довольный по поводу того, что все собрал обратно, ничего не сломал, все не скрипит и все на своих местах. Даже болтики не потерялись, у меня лишних зачастей не осталось. Ты прикинь, я вообще в диком восторге. Да. Ну, опять же, стандартная классика по салонам, да, это перешить дверные карты, поперешить, перетянуть сиденье, там еще какие-нибудь истории, потолок затащить в Алькантару, там покрасить и перекрасить, но это все-таки мелкие истории. Как бы есть, конечно, колхоз. Я хочу все мелкие, я даже не представляю, что девочка такая купила себе тачку, у меня просто есть много живых примеров, когда пацаны покупают тачки с пробегом, да, и давай, он там три дня живет в гараже, и что-то там и со звукоизоляцией мутят, и перетягивают, и перетирают, и переделывают, и ты такой, ё-моё, ну я так точно не смогу. Но это делают специально обученные люди, кстати, многие. Вот по поводу шумки, очень, кстати, ты хорошо что вспомнила, потому что многие люди, сразу просто покупая новую машину, да, отдают на шумоизоляцию, полностью изолировать вообще все, что угодно, а там еще и автозвук начинается. О, это же вообще отдельная история. Отдельная тема, да. Да, я вот тут магнитолу поменял с китайской копией непонятного пионера на нормальный православный Sony оригинальный, просто базовая однодиновая магнитола, но зато вот мои вот эти несчастные 20-ваттные колоночки оригинальные лансеровские как зазвучали, я там поднастроил, там подшаманил, там вот это вот эквалайзером поигрался, и сразу стало намного лучше. Ну, на самом деле, да, с салоном можно делать огромное количество, начиная от автозвука и там шумоизоляции, и заканчивая, не знаю, там какими-то глобальными переделками. Плюс еще можно купить себе, ну, если вы счастливый владелец Volkswagen, это же вообще конструктор, потому что там все подходит от всего, и очень многие люди ставят себе там какие-нибудь приборные панели от более дорогих комплектаций, другой, климат, там, допустим, у тебя изначально в машине, которую ты купил, бэушную нету, там круиз-контроля и климат-контроля, это можно докупить отдельно, поставить камеру заднего вида, можно поставить парктроники, можно, ну, короче, вот такие вот моменты, это все как бы, ну, приветствуется, это только классно, потому что, ну, это здорово, да, знаешь, лего для взрослых, можно взять просто себе и сильно улучшить характеристики своего автомобиля не так-то, чтобы задорого, ну, относительно стоимости этого автомобиля. Просто ты помнишь, да, этот бум после выхода фильма «Барби», вот, и он же и тачек коснулся в том числе, потому что она же там разъезжала на неоно-розовом таком авто, вот, и некоторые прям помешались на этой всей истории, и давай свои тачки переделывать, там есть много всяких способов и подешевле, и подороже, из разряда вот этой вот статистики «хочу-могу», вот, я посмотрела на эти цифры, поулыбалась, думаю, вот это люди заморочились реально, потому что там один из первых способов – это сменить цвет кузова, да, но покраской машины модный розовый цвет – задача, в общем-то, на мой взгляд, очень трудоемкая и дорогая. Ну, зато тут такие специалисты-тюнингологи, назовём их так, они влетают в чат и говорят, да, можно специальной плёнкой тачку обклеить, и это в разы дешевле будет стоить. И вплоть до того, что поменять всё в салоне, да, чехлы на розовые, там, или вообще кожей всё обтянуть и влепить за это от 45 тысяч рублей. Ну, вот таких умельцев нашлось и немало, и желающих вот переделать свою тачку под Барби тоже было немало. Ой, ну это, конечно, ребята, молодцы. Ну, вот, кстати, плёнка – тоже классная история. Можно изменить цвет машины, ну, за относительно адекватные деньги. Многие вообще просто новую машину закатывают просто в броню, да, там, фары, ну, или переднюю часть машины, там, капот, крылья, фары, либо вообще полностью машину закатывают просто в прозрачную плёнку. Вот как у тебя плёнка есть на экране телефона, да? Вот то же самое, только на тачку, полностью всю. Да-да-да, я вот хотела такое сделать, но потом передумала. Я тебе знаю, что скажу, очень классная история. Вот я купил лансер, у него от первого хозяина передние фары, оригинальные, родные, стоят в броне. Они до сих пор все, ну, идеальные. То есть там ни стекло не помотнело, ничего. Не, ну, тема классная, соглашусь, да, да. Да, то есть как бы есть такие мелкие доработки, которые очень часто делают, ну, многие владельцы, да? То есть, ну, диски, понятно, вот, плёнки, всё, вот, всё, что, короче, может... Антикоррозийная обработка всего, что только можно. Слушай, я вот тоже, когда свой покупал, смотрел, там этого антигравия, вот этой всей истории, чтобы ни гнило, ничего, ни вот это, там столько промазано. Я такой, ого-го, ничего себе. Вот это мне повезло с предыдущими владельцами этой машины. Рассказываю историю своей жизни, Арсений, ещё вот, ну, чуть меньше года назад. Я так на себя злилась. Я тебе даже передать не могу. Я думала, Юль, что ж ты за свинья-то такая? Почему ты для себя и своей тачки этого не делала? А вот как на продажу выставила, ты же помнишь, да, я хурму был, период продавала. Я же сразу, ну, предпродажную же надо сделать. Вот, а у меня у моего родственника тюнинг-ателье своё в Новороссийске. И я говорю, Антонио, я приезжаю. Он такой, давай. Я приехала, сдала тачку, потусила прекрасно выходные в Новороссийске. Вот, и забрала такую конфету, Арс, просто конфету. Я думаю, почему я не делала этого раньше? Там, загонять её хотя бы раз в полгода, вот в такое тюнинг-ателье, где тебе всё, вычистят фары они как новые, где тоже все эти сделают покрытие, закрытие, перекрытие, и всего, что можно вообще сделать, отполирует всё до идеально нового состояния. Но она реально как новая выехала. Я стояла такая, говорю, а так можно было? Он смеялся, говорит, Юль, привет, пока. Приезжай ещё. Вот, и знаешь, мне как в том мультике, такая корова нужна самому, блин. Вот, и хорошо, что я сейчас хурму не продала, и поклялась просто сама же себе, что я обязательно буду это делать раз в полгода. Это вот такое спа для ваших автомобилей. Это очень крутая штука. Ну, это, уж прости меня, моё душнизм, это не тюнинг-ателье, это всё-таки детейлинг-сервис, да? Извините, да. Да. Ты знаешь, Юль, вот ещё одна ситуация, которая, ну, может быть болезненной, да, для некоторой категории автолюбителей, да, с момента покупки новой тачки прошло уже несколько лет, гарантия закончилась. Ну, а, во-первых, машина нравится, с ней всё хорошо, мне никуда не хочется расставаться, хочется продолжать ездить, кайфовать и так далее, да, можно там ещё какие-то навернуть интересные тюнячки дополнительные поставить, там, колёсики какие-нибудь классные. И вот своего коня, да, железного, ну, я помню, какой он был новенький, он и сейчас в состоянии новенького, но вот уже прошло 4 года, или там, больше 5 лет, и я вот не хочу его в каком-нибудь там, каком-нибудь дяде Васе некомпетентном везти в гараж. И понятное дело, что после официального сервиса производителя хочется найти что-то похожее. Ну, здесь я дам тебе подсказку, как крёстная фея, знаешь. Просто отличным выбором, Арсений, будет ключ автолайт, это ваша альтернатива. Это сеть уникальных сервисных центров, здесь вы можете выбрать запасные части под ваш бюджет, наблюдать за работами, которые проводят с вашим автомобилем, и получить гарантию на запасные части и работы. Мастера сервисных центров ключ автолайт проходят обучение и повышение квалификации, имеют опыт и уровень официальных дилерских сервисов. Здесь вы получите профессиональную консультацию по слесарному ремонту и диагностику неисправностей по справедливой цене. Ключ автолайт обслуживают автомобили любых брендов и возрастов, а профессиональное оборудование нового поколения и опытная команда мастеров позволят выполнить ремонт качественно и быстро. Ну и скачать приложение ключ авто можно по ссылке в описании этого выпуска и записаться на диагностику и ремонт своего автомобиля уже сегодня. Что хочется продолжить, да, по поводу тюнинга, это, ну, раз уж мы все-таки заговорим вот с этими дитейлингами, я тебе скажу так, что вот у меня, допустим, есть куча всяких приспособ, на которые я просто раз в месяц, ну, я часто машину мою, я прям не могу, когда она грязная, это прям, какой ужас, особенно черная, она всегда грязная, вот. Поэтому я где-то раз в недельку, может быть, даже чаще загоняю просто на такую, на стандартную мойку пропылесосил, помыл, и раз в месяц у меня всегда прохожусь по сиденьям, там, специальной пеночкой, по ковролинчику, там, пара в этом, этим, скажи мне, как его, полироличкой для пластика, очистителем, у меня там кисточка есть, задаренных куча всяких тряпочков, ну, я вот, знаешь, такой некий медитативный эффект ловлю, когда вот я два часа просто на моечке, начесываю, намываю там, натираю, потом выезжаю, все классно, здорово, до первой лужи просто, и все, ну, и как бы потом-потом. Окей, спасибо, спасибо, что обделили, пацаны, спасибо. Кайф, классный ты. Слушай, ну я тут тебе уже аплодирую стоя, что ты сам все это делаешь, вычищаешь, вымываешь, ну, я нет, ну, я в этом плане хрюшка, конечно. Что значит я сама помою машину? Ну, нет. Это, знаешь, это у меня история была как-то с одной коллегой по коллективу, тоже у нее мелкий, и она, ну, очень редко ездит на мойку, просто потому что, ну, как бы с мелким, да, с мелким ребенком, ну, постоянно ноги по салону, да, ну, классика жанра. Вот, и как-то мы работали в одном заведении, которое было возле автомойки, а у меня как раз моя тачка была на ТОшке. И она такая, блин, слушай, мне бы помыть машину, я вообще не знаю, как, что, куда. Я такой, ну, значит, смотри, и мы с ней поехали на мойку. Это сюда, это сюда, это сюда, час спустя, машина идеально чистая, в салоне тоже она такая, мне так на мойках не мыли, ты это как сделал? Вот я такой, ну, просто взял руками, помыл. Ну, вот видишь, да, это нужно уметь и любить. Вот я поддерживаю ее вопрос, ты это как сделал? Что ты вроде бы в квартире умеешь убирать? Я сейчас о себе говорю, да? Ну, вот так вот, чтобы настолько вычистить тачку свою, ну, не знаю, получится у меня или нет. Мне жалко только, что этот вот приступ вошингерства, да, приступ Золушки, почему-то только с машиной работает. Вот дома что-то так не работает. Дома там пылюка какая-нибудь где-нибудь есть, я ее даже не замечу. Вот почему-то. А вот на машине там какая-нибудь мелкая соринка на торпеде, ты такой уже, ах, почему столько грязи? Ужас какой, как это работает. Я же тебе говорю, такая мужская тема очень прям. Внешко, слушай, ой, сколько у меня, конечно, есть примеров того, чего люди делают и почему так делать, наверное, не стоит. Ну, классика жанра, замените на каких-нибудь Chevrolet Cruze, Toyota Camry или чем-нибудь еще задние фонари на фонари, которые похожи на семерку BMW, ну, это, блин. Ну, блин. Я уже столько таких машин видел, я только одного не понимаю. Ну, на кой черт? Ну, типа, чтобы тебе люди думали, что по ночи, что перед тобой едет семерка, если они поедут поближе, ну, BMW увидят, что это, ну, ни разу не BMW вообще. Ну, как бы, камон. Ребят, объясните, пожалуйста, в комментариях, у кого такое есть. Вам, правда, нравится, но это, как бы, ну, просто почему вы так делаете? Я никого не осуждаю, конечно, мне просто интересно. Мне теперь же тоже интересно. Слушай, ну, а тонировка? В круг, в ночь? Да, да, но теперь-то мы понимаем, что круги ей ночи закончились. Не, ну, кто-то-то все равно умудряется. Слушай, ну, у меня затонирована тачка, честно тебе скажу. Вот, я ее такой купила, да, и она не прям в ночь затонирована. Задние, да, в ночь, а вот боковые, передние, там чу-чуточку, чу-чуточку, чтобы не сдохнуть от солнца нашего южного палящего. Вот, и я думаю, ну, что, я буду кататься так, снимать не буду, до первого, как говорится, инспектора. Посмотрим, как они отреагируют на это, и, ну, пока, тьфу-тьфу-тьфу, вопросов ко мне не было, потому что я же тебе говорю, на боковых, передних там, так, надо приглядеться прям, но она там точно есть. А, ну, задние можно, понятно, дело, тонируйте хоть, затонируйтесь просто. И тут быть нам с тобой обсудить вообще, что можно, а что нельзя. Тема тоже очень глобальная. Ну, что нельзя написано в статье 12.5. Это что за статья такая? КОАП, РФ, Кодекса об административных правонарушениях. Поняла. Поняла, подтянулась, так. Что там еще написано, Арсений? Давай уже рассказывай. Там огромное количество. Про что эта статья? Это управление транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак инвалид, и так далее. И там, собственно, есть 12... Вот, например, 12.5.3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равные световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, и так далее, и тому подобное. Грубо говоря, вот что поэтому люди делают по всем этим историям, что меня отвратительно раздражает, да? Вообще, как бы, в конструктив автомобиля в принципе сейчас особо ничего не внесешь, да? Все надо узаканивать. То есть, как бы, приезжать и говорить, ребят, я вот тут доделал, да? Вот переделал, вот так-то, так-то, так-то. Вот документики, подтверждающие, что все это работает. Вносите изменения в ПТС. Чего делать нельзя? Нельзя ксенон ставить, если у вас фара не предусматривает установку ничего, кроме галогеновой ламбы. Потому что ксенон это ладно. Линза-то не предусмотрена. И вот сейчас есть лайфхак какой, расскажу тебе. Таксен пофиг. Не-не-не-не-не-не. Ксенон сейчас ругают прям сильно. Прямо вот, ну, тормозят и все. Но есть же лампы, которые выглядят по форме как, ну, H5, H4 обычная галогенка, но там стоит светодиод. И этот светодиод, зараза, светит чего себе ни разу меньше, чем ксенон. Он тоже ничего себе слепит, я тебе скажу. И вот все такие говорят, что, ну, это же по закону можно, это поля, там, что там это, там же ничего не нарушается по конструктиву. А по факту ты едешь по трассе, и просто вот в тебя едет стена света. На приоре какой-нибудь. И ты такой, да, твою-то мать. Из зайчика потом ловишь. Как они меня достали, честно. Да, плюсовую. Второе. Громкость выхлопа. Вот это вот стандартная история. Я купил себе тачку, тут же едешь в какое-нибудь ателье, где делают тебе выхлоп. У нас есть торговый центр галереи возле нашей студии, да, и там есть между двумя корпусами такой вот участок, где второй этаж просто, ну, вот под вторым этажом просто дорога. И каждый первый, у кого выхлоп сделан на машине, считает своим долгом газануть, когда там будет нереальное эхо, чтобы всех оглушить, черт возьми. Каждый первый Гелендваген, который там проезжает, это... За что? Ну, что мы вам плохого сделали, друзья? Ну, камон. А у меня другой вопрос. А вы вот это вот все делаете, чтобы что? Ну, вот правда. Я, ну, не понимаю, зачем это делать. Я понимаю, когда у тебя машина, которая орет, потому что она, ну, должна это делать, потому что это какая-нибудь трековая тачка, да, или спортивная тачка, да? Да, да. Окей. А просто, ну, типа, делать себе выхлоп, который, знаешь, там открывается створка, заслонка, и он там нереально орет. Ну, как бы, когда просто машина заводится и делают бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, да, это прикольно. Потому, ну, если она изначально такая, так предполагают, что она должна делать. А ехать по району ночью в три часа нажать на газ так, чтобы заработали все сигнализации и стекла повылетали у соседей, ну, это вообще, я не понимаю, зачем так делать. Ужасно. Порицаю. По поводу того, что еще люди делают, ну, вот, окей, это стереотипный стереотип по поводу некоторых машин. Вот я на такой стереотип натолкнулся. Я когда купил себе лансер, и все узнали, что я купил себе черный девятый лансер, все, знаешь, что спросили. Что? Первый вопрос. Есть ли там спойлер на багажнике? Второй вопрос. Когда узнали, что нет, когда ты себе его поставишь? Привыкли, что эволюшн со спойлером, а раз это лансер девятый, но только не эволюшн, но похож на эволюшн, поэтому ставь себе спойлер, да? Ну, вот зачем эта лавочка, черт возьми, на багажнике лишняя? Вот, ну, камон. Как бы, я не понимаю. Ну, она не сделает, она не будет работать на какой-нибудь обычной машине, как должен работать, собственно, антикрыло заднее, если уж так-то правильно говорить, да? Оно работает на определенных скоростях. Так-то мы на таких скоростях на дорогах общего пользования ездить, по факту не должны. Угу. А вот эти... Я шачем. Да, 10-15 килограмм, зачем с собой возить? Ну, вот, пожалуйста. В общем, много вопросов и нет ответов. Ну, всякие там юбочки, ну, понятно, что есть вкусовщина всякая там разная, там всякие амочки, расширения, реснички на фары, там накладочки на бампера, на пороге, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Есть лансера, допустим, с завода, которые идут с накладками на порога, накладками на бампера, типа спортивными, но единственное, что они делают, это они просто занижают клиренс машины. И я такой, ну, окей, я не буду, я не хочу, я вот хочу ездить на... Вот так, чтобы мне под колесами бегать можно было. Зато я точно знаю, что я ни один бордюр бампером не соберу, в ямку среднестатистическую попаду, днищем не сяду. Вот, кстати, по поводу тюнинга, именно то, что... Не то, чтобы не нужно делать, а наоборот, я считаю, нужно делать каждому на машине с двигателем внутреннего сгорания. Ребята, пожалуйста, не экономьте на этом, никто. Даже если у вас пластиковая защита двигателя и картера есть с завода, поставьте нормальную защиту, вот нормальный лист металла, такой прям, ух какой. Потому что меня он спасал, этот лист металла, несколько раз от вообще каких-то вшаталити днищем по мотору, да, по нижней части, по поддонам и так далее, и тому подобное. В общем, must have всем. Если вдруг нету, обязательно ставьте. Если вдруг поставили, помяли или порвали, что-то случилось, поедьте, замените. Если есть хорошая пластиковая, и считаете, что этой толщины пластика будет достаточно, не будет. Пожалуйста, пожалуйста, всем рекомендейшн, ставьте защиту. Как узнать, есть она у тебя или нет? И какая она? Приезжаешь на СТО. Я сижу вот в нашем подкасте просто как в новой вселенной, Арсений, ей-богу. Юль, ну вот ты говорила, у тебя есть дружочки-пирожочки на СТО, на дилере, да? Да, да, да. Ну вот приезжаешь и говоришь, ребят, а есть у меня защита? А если да, то какая? Классно. Если металлическая оставляешь, если нет, то кидуй, пожалуйста, поставьте другую. Ну все. Ну хорошо, ладно. Схема простая, мне нравится. Потому что я опять-таки не готова вообще погружаться максимально в эту всю историю. Едет и едет. Слушай, ну доработки часто делают еще по условиям, допустим, эксплуатации. Вот у меня машина, которая жила первые два года в Хантамансийске, а там как бы холодно зимой. Извините, простите. Ну как бы там не плюс 15 днем, как у нас в феврале в Краснодарском крае. Поэтому мне достался в наследство выведенная отдельная розетка предпускового отопителя. Ну то есть просто там трехжильная такая штука, она подкидывается просто в розетку, и машина стоит всю ночь от электросети греется. Ну то есть можно, вот есть такие истории. Также мне в наследство достались задние неродные локеры, которые полностью закрывают арку пластиком, и собственно там тоже грязь не летит, ничего не ржавеет, все как бы здорово, классно и замечательно. Хотя по заводу их не было. Я сегодня тупая какая-то, Арсений. Я просто сижу киваю, ага, классно. Ну локеры это вот в колесной арке, там такая пластиковая штучка, накладочка, в которую летит вся грязь, а под ней металл уже, и собственно металлическая потом часть, она закрывает, короче, всю эту историю, чтобы там не летело куда не надо, чтобы не гнило, не скапливалась грязь. Вот. Что надо еще, может быть, есть какие-то пункты, вот ты говоришь, вот это вот must have сделайте обязательно. Может быть, есть еще какие-то такие штуковины, которые, ну вот мы потратим денег и время, да, понятно, но зато не пожалеем. Как минимум, если машина новая, защитить ее от сколов, ну, пленками, что я говорил, да, антикоррозийная обработка, особенно если вы живете где-нибудь, где зима и постоянно реагенты, тоже, ну, куда же без этого. В любом случае надо, да, ну, тут как бы вопросов нет. Еще тут вопрос не то чтобы про тюнинг, да, все-таки, но вопрос про безопасность. Я говорю это всегда, не экономьте на резине, пожалуйста. Если у вас вот есть, значит, бюджет на резину, на новую, да, на сезон, новую нужно купить. И вот вы такой, ну, я вот хочу себе спойлер поставить на лавочку. Вот возьмите деньги на спойлер и добавьте на нормальную резину. Вот если есть, допустим, выбор между, ну, плохой резиной и спойлером, лучше просто купить хорошую резину, но без спойлера. Поверьте мне, резина лучше будет работать на дороге хорошая, чем плохая со спойлером. Спойлер к скорости прибавку не даст. И тут уж моя такая история. Слушай, я всегда просто считала, что все это, ну, накладно по бюджету, что-то, ну, это же тоже не дешевое удовольствие. Даже вот, блин, тупо возьмем салон кожей перетянуть. 40 тысяч. Ну, говорит. 40 тысяч, так-то, Арсений. В зависимости от автомобиля, ну, и от стоимости. Ну, хорошо, смотри, если мы берем какую-нибудь приору, которая стоит там, с потолка возьму цены, сейчас, не знаю, давай, 350-400 тысяч рублей, какую-нибудь убитую, да, и в нее вкидывать полтос на перетяжку салона, как бы, хотя можно было бы на эти деньги починить машину и привезти ее в заводское состояние, там, хоть как-то. Но это я считаю странным, да? Когда у тебя, допустим, машина стоимостью 4 миллиона и у тебя начали бесить твои дверные карты, потому что они зеленые, ты хочешь синие, тебе это стоит 50 тысяч. Да пойди, сделай, господи, чего нет-то? Я вот просто открыла табличку здесь и смотрю на эти цены, и такая дорогая редакция. Ну, опять же, ты прав, что все зависит от класса автомобиля, но даже малышек переделывать, защитная прозрачная пленка на малышку, матовая, глянцевая металл, ты там уже выбираешь, что хочешь, от двадцатки, структурная пленка, карбон, кожа, металл, от тридцатки, хром-пленка от шестидесяти. Это я тебе про маленькие машинки. А вот если внедорожники брать, то вся эта история сразу вырастает в разы. Защитная прозрачная пленка от сорока, структурная от пятидесяти, хром от ста. Я тебе больше говорю, в круг, в машину легковую, в принципе, пленкой перетянуть примерно 200 тысяч стоит. Ну, цвет захотел поменять, например. Ну, пожалуйста. Ой-ой-ой. Две сотни. Когда у тебя машина стоит потягивать ее за две сотни, ну, такое себе. Когда у машины у тебя стоит 10 миллионов, и ты хочешь цвет поменять, ей за две сотни. Ну, как бы, поменяй. Ну, понятно. Ну, да. Ну, да. Тут уже что? Извините. Естественно, конечно. Все, все познется в сравнениях, да? Есть, допустим, еще целый пласт, да, тюнинга, о котором мы не поговорили, это его величество чип-тюнинг. О-о-о-о, ты что? Туда, если лазить, там прям столько всякого. Атмосферный у тебя мотор, турбированный, да неважно, слушай, даже на 1.6, на 98 лошадей можно чип накатить. А с Volkswagen, то что можно делать? Ой, купил себе там Volkswagen, раздушил его, там Stage 1 поставил, немножечко просто поменял экологию, и у тебя уже плюс 50 лошадей. Захотел, поставил себе Stage 2, что на самом деле смысл, если можно сразу накатить Stage 3, поставить новый интеркулер, бла-бла-бла, и у тебя Tiguan магическим образом из 180-сильного превращается в 400-сильный. Да, ну, придется заливать сотый бензин. Но коробка держит вот это все с небольшими какими-то условиями и ограничениями. Представь себе, ты едешь на обычном, таком, ну, скучном сером Tiguanе, и потом ты такая стоишь на светофоре, возле тебя там кто-нибудь такой на девятом лантере какой-нибудь, тоже типа спортивном стоит, ты такой, педалечку нажал, и уехал в точку. Все, пока. И все такие, а? Чего? Да, да, согласна. Ну, конечно, очень прельщает сделать тачку динамичнее и как-то быстрее, вот, и тут вопросов тоже нет никаких. Ну, как бы, единственное только, что, ну, там, есть всякие вопросы с вырезанием катализаторов, катализаторы сейчас стоят дорого, это все садится по экологии, по экологическому классу, но все равно на своей тачке ты сейчас в Европу особо не скатаешься, поэтому, как бы, ну, и, ну, экология, я тебя умоляю, слушай, перестань, ну, как бы, кто реально переживает там по поводу того, что у меня машина была Евро-6, а стала Евро-4, ну, серьезно, мне кажется, до сих пор всем на это по барабану у нас в стране. Абсолютно. С одной стороны, конечно, ну, такое себе, а с другой стороны, когда ты смотришь на стоимость катализаторов и такой, ну, ладно, ну, нет и нет, что уж там, вон КамАЗ едет какой-нибудь по дороге и чадит, как 50 тысяч моих машин, ну, все, окей. И вопрос закрыт. Вопрос закрыт, да. Это точно. Как бы, не очень хорошо, конечно, так рассуждать, ну, что сделать? Я тебе больше скажу. Я здесь вчитывалась, посмотрела тоже про чип-тюнинг и все такое. И вот эти вот истории про расход топлива, ну, они тоже, согласись, сомнительные. Потому что, во-первых, возможны варианты, во-вторых, ну, тюнеры там нам обещают снижение расхода на 5-10 процентов, а проверить это как? Ну, невозможно же, потому что тут и манера езды, и все сразу включается в эту историю. Как всегда, у меня куча сомнений. Если ты себе раздушиваешь машину и делаешь там хотя бы первые стейджи, чтобы у тебя машина валила быстрее, ну, какой расход топлива меньше? Ну, ты давишь сильнее гашетку, у тебя машина расходит больше топлива. Ну, все. Вопросов никакого снижения не будет. Увеличение будет, если ты делаешь чип-тюнинг себе тачку, стейджишь для того, чтобы она ехала быстрее, ну, готов к тому, что она будет ехать быстрее, что тебе нужно будет заливать туда более октановый бензин, этот бензин стоит дороже, расход топлива больше, бла-бла-бла. Все это для того, чтобы ехать побыстрее. И чем быстрее ты хочешь ехать, тем дороже это стоит всегда. Тут уж как бы извините. Ну, и тоже не забывайте также о том, что тем быстрее у вас случится износ вообще всей системы. Конечно. Ну, и опять же, как говорил мне гуру, один мой хороший знакомый, если ты хочешь сделать быстрее свою машину и сильно быстрее, чем она у тебя есть сейчас, первое, что ты должен делать, знаешь что? Я такой, нет, тюнинговать тормоза. Я такой, серьезно? Ну, конечно. Ну, конечно. Но смотри. Представим ситуацию. Ты счастливая обладательница, давай, с потолка возьмем, восьмого гольфа, ну, или седьмого гольфа. На 1.4, на турбе, на роботе. У тебя там тормозная система, рассчитанная на то, что ты будешь разгоняться с определенной интенсивностью, да, там, допустим, 8 секунд до сотни ты разгоняешься, тормозишь с этой сотней, да, максимум ты ездишь там с разрешенной скоростью, и все окей. Представим ситуацию. Ты сделала себе там третий стейдж, до 250 лошадиных сил ты раскачала мотор. Ну, ты становишься быстрее, и ты становишься динамичнее в городе. То есть ты нажимаешь на тапочку, и у тебя машина до сотни разгоняется не 8 секунд, а все там 5,5, например, ну, или 6. Окей, давай так. И, соответственно, быстрее набор скорости, тебе быстрее нужно тормозить. А родные тормоза, они, ну, перегреются. Поэтому первое, что нужно делать, это взять старую тормозную систему, выкинуть ее, и поставить новую с увеличенными суппортами, с увеличенными колодками. Там как бы начинаются уже вопросики. Понятно, что можно не делать, но насколько долго ты будешь ездить такой вот классный, замечательный. Поэтому всегда, если мы кардинально резко увеличиваем мощность нашего автомобиля, мы первым делом, что делаем, правильно меняем тормозную систему на более выносливую и лучше работающую. Арсений, я у тебя сейчас слушаю, сижу, и вообще, я не понимаю, нафига все эти заморочки, зачем все это нужно? Ну, купите вы себе сразу тачку с теми габаритами, которые вас устраивают, чтобы потом еще не вваливаться ни в тюнинг, ни в чип-тюнинг, ни вот в этого все. Нет? Разве я не права? Слушай, но почему нет? Смотри, вот окей, хорошо, представим ситуацию. У тебя есть новая Шкода Октавия, да? Допустим. Ну, там, трех-четырехлетняя. Ты знаешь, что ты за 30% стоимости машины можешь докинуть туда полный привод, мотор поменять, либо просто, ну, поставить какие-то вещи, и она будет ехать сильно лучше, сильно быстрее, сильно веселее, чем тебе продавать эту Октавию, добавлять еще стоимость этой Октавии и покупать себе какую-нибудь с завода уже Volkswagen Group более веселую, там, типа Audi. Ну, это всегда история, ну, про деньги в любом случае, да? И бывает, кому-то очень нравится своя Октавия, ну, кто-то хочет ездить на большом здоровом лифтбэйке, чтобы можно было и тещу с рассадой в багажнике повозить, и довольно весело и быстро это сделать. Окей, почему бы нет? Тем более, это поперечная компоновка на переднем приводе, она потом становится полным приводом там. На самом деле, ну, это все очень весело. Слушай, я вот честно тебе признаюсь, я когда задумался о том, что я буду продавать свой девятый лансер, на что его менять, первая моя мысль, конечно же, была купить себе Evolution. Девятый, восьмой, седьмой какой-нибудь Эвик. Ну, это тот же самый типа размер кузова, очень сильно похожий кузов, но внутри все кардинально другое. И я такой думаю, ну, давай-ка я посмотрю, что там есть на Авито. И я просто обалдел, потому что, ну, если машина изначально уже какая-то подогретая идет с завода, там, около спортивная, я ни одного Evolution хотя бы в околозаводском состоянии не нашел. Ты просто каждое объявление открываешь, ну, маломальски живое, не там ни труп, ни полутруп там, а это все два плюс сильно миллионов рублей. Ты открываешь каждое объявление и там просто такой-то год, такое-то состояние кузова, список доработок и просто простыня. Там поршни, колено, там подвеска, что, кто, куда, зачем, почему и чем, опять же, чем сильнее ты хочешь ехать быстрее, тем кратно это стоит дороже, а скорость, ну, и характеристики кратно не увеличиваются. Чтоб ты понимал, я вот честно тебе признаюсь, я такой, чуть-чуть денежки поднакопил и думаю, блин, всегда хотел себе классные амортизаторы поставить. Посмотрю-ка я, сколько стоят аморты кони на мою тачку. Я всегда хотел себе амортизаторы кони, потому что, как мы помним, первого перевозчика с Джейсоном Стэтхэпом, они помогают улучшать маневренность, ну, ты понимаешь, да, вот еще с детства глубокого все эти истории. Оригинал, ну, японский аналог оригинала, Каяба сейчас, стоит на мою тачку 7-9 тысяч рублей за штуку. У меня до этого стояли линксы, которые стоили 2 тысячи рублей за штуку. Кони стоят 45 тысяч рублей за штуку, а их надо 4, и это только амортизаторы. Мы не берем сюда ни пружины, ни стаканы, там вот, ну, этот, опоры стаканов, мы не берем сюда все остальные элементы подвески, которые тоже на это влияют. И я такой посидел, лепо почесал, и говорю, ну, да, в таком случае мне проще купить Evolution, где все это уже есть, чем корячить все это в свою тачку, это будет только подвеска, а там и мотор, и как бы и крепление, и полный привод, и я такой, ту-ту-ту. И вот все, и, пожалуйста, ты просто открываешь любую заряженную машину, которая из завода шла заряженной, и там, ну, ее заводской не будет никогда. Ты все, ты уже покупаешь себе кем-то до тебя собранный, пересобранный конструктор. Не факт, что это встанет на учет, вообще не факт. И как бы тут вопросики. А со стейджем все просто. Ты взял, накинул стейдж, ты когда проезжаешь на регистрацию этой машины, там что, по ней понятно, что он в ней стейдж какой-то зашитый? Нет, конечно. Непонятно. Да кто это проверит? Да. Ну, все. Вот поэтому только делают. Ой, сложная вообще история, Арсений. Для меня это прям непостижимо, я тебе говорю. Вот это вот не лезло и не надо. Купите мини-купер и катайтесь спокойно. А лучше мини-купер Джон Купер Воркс. Да, я о нем и говорю. Знаешь что, вот я хочу просто на тебя посмотреть, когда у тебя появится GCV, ты вот на нем поездишь какое-то время по городу, а потом такая, я помню Ростов что-то говорил мне про трек, а там совершенно другие эмоции. Такая, выйдешь на трек, поймешь что-то для себя и такая, ну, поехали. Алло, дружочки-пирожочки, а что там у нас по колодочкам новым? Да, под поршням что-то новым. А турбиночку можно мне, пожалуйста, побольше сделать, чтобы раздувалась посильнее? Так, а если турбиночка будет раздуваться посильнее, то получается у нас тогда голова может повестись, может тогда голову поменяем и так далее, и тому подобное. И туда если лазить, это все, ты там пропадаешь до конца жизни. Я знаю, я знаю, я понимаю. И зная себя, я на трек в ближайшее время Арсений не поеду. Да, я женщина скоростная, на треке пока меня не ждите, иначе мне голову вообще снесет к чертям. И где Юля? Юля гонщится нынче. Юль, ну мы с тобой как минимум на картинг должны съездить. Как минимум. Это да. Это да. Слушай, я на самом деле бесконечно еще об этом все обсуждал, но как обычно, про машинки, ну ты что. Ну я тебе сегодня здесь, конечно, такая плохая собеседница. Я вот этот твой азарт не могу поддержать. Но тем не менее, я хотя бы опять в очередной раз очень много полезной и интересной информации для себя в нашем очередном эпизоде узнала. Ну вот представь себе ситуацию. В твоем идеальном мире у тебя появляется какой-нибудь Порше. Ну ты что, не захочешь на нем ехать быстрее? Не надо разгонять эту тему про мой идеальный мир и Порше в нем. Ладно, хорошо, я понял. Два Порше. Один на каждый день, один на трек. Хорошо, разгоним это как-нибудь в другом выпуске. Сейчас я тебя поблагодарю за то, что есть у меня такой человечек, который мне скажет вовремя, что остановись, хватит, не надо корячить, тебе в машину еще вот это вот все успокойся, едь на том, что едет и хорошо, не надо глупые вот эти исты, тебе не нужен спойлер сзади на багажнике. Спасибо, кстати, что отговорила, я просто реально хотел. Вот Юля сказала, типа... Нет, 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 ни в коем случае, нет. Спасибо тебе большое за это. И знаете что, друзья, вот я пытаюсь, пытаюсь просто по-другому это сказать, но не могу. Быстро, медленно, спокойно, на дорогах общего пользования исключительно с соблюдением всех правил дорожного движения. Все мы любим кататься. По бездорожью, по трекам, просто по дороге. Вот выехал вечерочком по райончику, пробок нет, это такой, проехался с ветерком, до разрешенных скоростных ограничений разогнался, и хорошо. Ведь все-таки что, Юль? Правильно, любим кататься, любим и катаемся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»